Пяти последних гонок у нас две победы одержали бразильцы. Это Элио Кастро-Невес в девятом году и год назад Тони Канаан. И также три победы у англичан Дарио Франкитти в десятом и двенадцатом. Это были его, соответственно, вторая и третья победы. И Дэн Уэлдон в две тысячи одиннадцатом. Так, Райан Хантер Рей сейчас продолжает лидировать. И разбита машина у Скотта Диксона. Очень серьезная авария. Вот они, накаляющиеся страсти. К концу гонки очень серьезно разбита машина. Я отмечал, что как раз здесь четвертый поворот является наиболее простым. Но мы видим, что именно в этом повороте допустил ошибку Скотт Диксон. Машина разбита. Капитанский мостик команды Чипа Ганаси сейчас был на ваших экранах. Сильная авария. Кстати, сильная авария здесь была на выходе из второго поворота на тренировках у Курта Буша. Он здесь выступает на запасной машине. Несмотря на это, проводит уверенную гонку в первой десятке. Здесь, в отличие от Наскара, например, нет правила, что если ты пересаживаешься в запасную машину, ты теряешь место на стартовом поле. Поэтому так в 12-м Буша стартовала. Так рано очень появилась избыточная поворачиваемость у Скотта Диксона. И уже мы видим, что левой частью его отнесло в ограждение. И действительно машина очень серьезно разбита. Но, к счастью, по цепной реакции здесь не пострадал никто из других пилотов. Еще раз смотрим этот момент. Очень резко сорвало машину. Но иногда такое бывает из-за того, что неудачно на переднее крыло попадает турбулентный поток воздуха от впереди идущей машины. Сложно сказать, что было здесь. Может быть, была ошибка. Но в любом случае мы видим, что стало сносить ближе к выходу из поворота в какой-то момент машину Скотта Диксона. И он уже просто не успел поймать и в какой-то момент просто стал, можно сказать, пассажиром своей машины. Но, к счастью, уровень безопасности в Индикаре, особенно с новыми машинами Довара DW12 на высочайшем уровне. И, более того, некоторые элементы безопасности, в частности, края кокпита, были усилены дополнительно перед этим сезоном. Ну и вообще всегда по инновациям впереди был Индианаполис с точки зрения безопасности. Здесь же вообще впервые в истории человечества появились ремни безопасности. Как я уже рассказывал, здесь же было фактически изобретено зеркало заднего вида, без которого сейчас попросту невозможно выехать на дороге общественного пользования. Все это появилось здесь, в гонке Инди 500. Ну и мы еще раз видим этот момент здесь. Многие пилоты, в том числе и Джеймс Хиншклифф, смогли избежать столкновения со Скоттом Диксоном. Ну и будем надеяться, что сам Скотт Диксон в порядке. Посмотрите, что здесь.